приветствую вас оксана давайте разберем вопрос который вы задаете с точки зрения психологии вы как будто бы запрещаете себе что-то иметь то есть вот это вот ваша история о том что вас грабили несколько раз что вы постоянно создаете запасы денег то есть это вот как будто бы такое противоречие идет бессознательному бессознательному желанию остаться без денег бессознательному желанию отказаться от ответственности потому что деньги деньги зачастую это именно то что подразумевает под собой ответственность то есть здесь на мой взгляд на лицо как раз таки именно то что вы боитесь денег что вы запрещаете себе иметь какие-то деньги в глубине души и бессознательно что вы бессознательно как-то боитесь ответственности что бессознательно вы хотите стать банкротом чтобы у вас ничего не было чтобы за вас ответственность взял кто-то 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 другой вот это вот на первый взгляд то что можно предположить да то есть это такой вот сценарий могут быть некоторые варианты связанные с тем например что он для вас значит деньги то есть я имею ввиду если деньги для вас означают успех там может быть какое-то достоинство да что то такое то это тоже существенно влияет да то есть чем сильнее в это вы хотите тем более неестественно вы себя поэтому поэтому по отношению к этому ведете а еще вы говорите о том значит что ну чтобы спать спокойно положив деньги в банк то есть вы боитесь потеряться что-то а когда если человек очень сильно и постоянно чего-то боится то его действия будут как раз таки и приводить к тому чего он боится потому что здесь вмешивается желание то есть страх это запретные желания и если вы боитесь все потерять то вы хотите все потерять ответ на ответ у вас постоянный страх другой вопрос из-за чего вы хотите все потерять потому что ну налицо все то что вы вот вы боитесь что-то боитесь потерять что-то с другой стороны ага здесь может быть и некая мировоззренческая позиция не совсем корректная в том смысле что ну сведение да какой-то вот ценности своей жизни жизни допустим своего ребенка сведения 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 главного в жизни к материальным ценностям к деньгам и перекладывание именно на деньги ответственность за стабильность за надежность не на себя а на деньги а что еще важно сказать что да вы себя наказываете очевидно вы нас худыми болезнями и так далее вы себя наказываете за то что вот позволили себе что-то иметь запрет что-то иметь достаточно силен то вы вот наказываете себя за это и своего ребенка в принципе тоже но здесь есть некоторая грана дело в том что связь конечно есть безусловно но это не значит что только она я имею ввиду эту связь определяет то что с вами происходит могут быть и параллельные моменты другие параллельные истории совпадения случайности и так тоже бывает истина она где-то посредине но кроме того вы говорите ну вот я так понял из вашего текста что вы одна сейчас вы мать одиночка со всем ребенка как я понял отношения не сложили тут тоже имеет смысл поисследовать что сложилось из-за чего как вы вместе ну как вы сошлись из-за чего разошлись пережили ли вы это или нет то есть хронология может быть самой разной например вы расстаетесь в машине вы остаетесь одна с ребенком решаете положить деньги в банк например но наказываете себя за то что расстались мужчины бессознательно полагая что только с ним вы будете счастливы да например или там защищены и так далее вот хронологии вариантов очень много я не думаю что ну как бы реальная позиция когда какие-то явления объясняются только лишь с точки зрения одной теории да одного подхода мне кажется это не совсем корректно множество подходов обусловлено многограницей тех ситуаций которых имеют место быть и соответственно с точки зрения многограницей на них и нужно смотреть ну вот ну в принципе все на этом сейчас я мог бы только спросить у вас попросить и попросить вас подумать значение денег о значении денег о мотивах того когда вы решили ну вот образно говоря деньги откладывать когда вы решили накапливать склонность к накоплению опять же здесь это может быть проявлением сдерживания своих эмоций сдерживания своих чувств удержания обид и так далее вот вот ну если вы чувствуете ком например в горле периодически вам хочется так вот как будто прокатиться прочистить гору вот вот ну это тоже косвенные средства это накопленные вот соответственно тут вариантов я повторюсь достаточно много это первое что для вас значит деньги вот и второе это то как вы относитесь к ответ как вы относитесь к неизвестности да вот боитесь ли вы неизвестности будущего стараетесь ли вы там ну все спланировать и так далее да и вот на все опирается страх то есть ну все боитесь грубо говоря то на что можно обратить ваше внимание обратить ваше внимание сейчас вот с такой позиции ага не смотря на то что вроде бы вы говорите что отойти от эсатирики хотите посмотреть на психологию мне кажется что вы продолжаете смотреть на это неким мистическим образом почему потому что ну то как выражается да то какие формулировки используете в своем тексте ну как-то вот косвенно наводит на мысль о том что у вас есть мистическое представление это поэтому вот понимаете какая штука а мистике здесь никакой нет на этом все надеюсь что помог вам я желаю вам всего самого доброго обращайтесь к специалисту сценарий если это сценарий или другие проблемы прорабатываются только в режиме индивидуальной работы ну или если хотите вы можете обратиться в психологический центр своего города там вам точно помогут удачи вам всего самого доброго я надеюсь что ваша ситуация будет разрешена у на